Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о работе с MongoDB из командной строки. В командной строке запускаем MongoDB, команда Mongo. По умолчанию подключаемся к базе данных TEST. Чтобы посмотреть весь список базы данных, используем команду SHOWDBS. Имеем следующий базу данных. Чтобы подключиться к конкретной базе данных, используем USE. Например, USE TEST. Switched to DBTEST. То есть это показано, что мы подключились к базе данных TEST. Чтобы посмотреть список коллекций в базе данных, используем команду SHOW COLLECTIONS. У нас есть следующая коллекция. Допустим, мы хотим создать новую коллекцию. Например, коллекция будет нас содержать в сообщении. К примеру. Все команды в базе данных используются с DB. То есть DB точка, потом название коллекции. К примеру, messages. И операция, которую мы хотим выполнить. До вставки используются insert. Объект в MongoDB представляет собой JSON-документ. То есть, в фигуре в скобках описываем поля. Какие нам нужны поля. Ну, например, title. Изголовок. Message 1. BODY. BODY. Просто текст. И автор. Один. Заметр. Все. Запись вставим. Чтобы посмотреть список записей, используем следующую команду. dbmessages. dbmessages. Find1 выбирает одну запись. И это выражает. То есть, вот наша запись. Message 1. Text. И автор 1. Чтобы найти какую-то запись по условию, используйте vandal.fine. В которой в фигурных скобках пишем условия. Например, условием будет автор. Admin. В условии название поля можно заключать в скобке, в скобке можно и так и не заключать. Например, тут в валенте. Все. Нашли мы записи. Также для многих команд, которые выводят больше одной записи, можно использовать команду проекти, которая оформляет вывод. То есть, вот, симпатичный вывод. Также для обновления записи существует команда update, в котором первый параметр ключ, в котором мы будем обновлять. То есть, к примеру, обновляем все записи, которые заголовок message 1. вторым параметром является новый документ. Можно, в принципе, скопировать. Изменим здесь message 2. Название текст на new текст. Смотрим, вот, find1 вывел наш message 2 вводим new текст. Обратим внимание, что ID не изменился. Чтобы вывести все сообщения в коллекции, используется find без параметров. с одно сообщение. Ставим какое-нибудь еще одно сообщение. То есть, message 3. То есть, то же самое. Проверяем. Вот у нас два сообщения. Именю команды проекти. Вывелим. Далее. Также при команде find можно использовать сортировку и ограничения. То есть, для сортировки используется команда sort. Параметром является имя поля, например, автор, и порядок. 1 это по возрастанию, минус 1 по убыванию. Смотрим. Такой вариант. С однеркой. Так, у нас автор 1, поэтому ничего не изменилось. Также можно использовать команды skip, которая пропускает заданное количество записей. к примеру, skip 1 выведет message 3, skip 0 выводит обе записи. Message 0 и есть еще команда limit, которая устанавливает ограничение отлично записи вводима. То есть, нулевой записи вводим 1. нулевой записи. Ну и опять же можем использовать counter-препти. Для удаления записи используется команда remove. Параметром, который является также условием. Ну, используем тоже условие. Удаляем. Смотрим, что у нас содержится. сообщение 2 удаления. Чтобы удалить все записи, используем remove. без параметров. Проверяем, все, коллекция пуста. Нулева кипец моего academy, Все, лох, 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 лох. normale. ioè, б у контроля,